Глава третья. Смирение, скромность и кротость. Не хватает слов, чтобы описать, как важно признать величие и власть Бога, а также кротость перед Ним. И нет более уродливых качеств, чем надменность и эгоизм. Это корень зла и всего дурного в мире. Бог ненавидит надменность. Притчи 6.16-19 Цитата «Есть шесть вещей, которые Господь ненавидит, даже семь, которые являются мерзостью перед Ним. Надменные глаза, лживый язык, руки, проливающие невинную кровь, сердце, придумывающее злые мысли, ноги, быстрые козлу, лжесвидетель, изрекающий ложь, и тот, кто сеет раздор между братьями». На первом месте в этом списке идут надменные глаза. Из надменности происходят и все остальные пороки. Это может быть возможным объяснением, почему стих сначала говорит о шести вещах, а потом вдруг о семи. Шесть следующих пороков могут вытекать из первого. В Мецудат Давид дается другое объяснение. Там же стих 16. Седьмое – это мерзость перед Ним. Другими словами, самое отвратительное из всего. С этой точки зрения седьмое является не седьмым пунктом списка, а первым. Однако, поскольку это источник перечисленных зол, о нем говорится как о последнем, поскольку в этом контексте худшее считается последним. «Поскольку Бог ненавидит высокомерие, и нам заповедуется его ненавидеть». Цитата. «Страх Господа – ненавидеть зло, гордыня, высокомерие и путь зла». Почему нужно ненавидеть надменность – ясно. Надменность исполняет смиренного человека чувством собственной значимости. Она жаждет почета и власти, надлежащих царям. Такой человек садится на престол Бога, восстает против него, отвергает его всемогущество. Насколько же это глупо! Мудрецы объясняют. Трактат Авод 3.1 «Знай, откуда ты пришел, от зловонной капли, куда ты идешь вместо праха, червей и моли. И перед кем тебе предначертано дать строгий отчет? Перед верховным царем царей, святым благословен он». Еврейское слово «Айн» с «Алев» означает «ничто». Вот почему, когда мудрецы говорят «знай, откуда», «Ме-Айн» – «ты пришел», они имеют в виду «знай, что ты пришел из ничего». Как ничто может чем-то гордиться, когда ему предназначено дать отчет перед верховным царем царей?» Мы читаем в Масилат Ешарим. «Надменность означает, что человек приписывает себе важность, считая, что он достоин славы». Глава 11 «Смирение означает, что человек не приписывает себе важность, ни по какой причине. Это прямая противоположность надменности». Глава 22 «Если человек считает себя очень важным, он начинает поклоняться самому себе, искать удовольствий и позволяет развиваться всем эгоистическим наклонностям, таким как похоть, гнев и жестокость. Из-за этих качеств высокомерный человек начинает жаждать почета и богатства, чтобы прославиться и удовлетворить свое высокомерие. Тора предупреждает от последствий надменности. Цитата. «Чтобы, когда ты поешь и насытишься, и построишь красивые дома, и поселишься в них, и твои стада размножатся, а твое серебро, золото и все, что у тебя умножится, твое сердце не вознеслось бы, и ты не забыл бы Господа твоего Бога, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства». Дворим 8.12-14 «Надменность ведет прямо к ереси, а богатство и материализм – к надменности и похоти». Цитата. «Они станут есть и насыщаться, и уточнеют, и обратятся к другим богам, и начнут служить им, и презрят меня». Дворим 31.20 «И Ешурун уточнел и восстал». Там же 32.15 «Наши мудрецы говорят» «Брахот 32, алиф. «Лев не рычит, когда ест солому, но когда ест мясо». Конец цитаты. «Бедность смиряет человека и хранит его от надменности. Правда, бедность не должна принимать крайние формы, чтобы не толкнуть к воровству». Цитата. «Не давай мне ни бедности, ни богатства, корми меня моей долей хлеба, чтобы я не разбогател и не отрекся, сказав, кто такой Господь, а также, чтобы я не стал бедным и не начал красть и осквернять имя моего Бога». Притчи 30.8-9 «Тора дана миру только для того, чтобы устранить из него надменность. Как счастливы те, кому удалось подавить злые позывы и исполнить цель своей жизни. Когда наши мудрецы обсуждают запрет Торы причинять страдания животным, они рассуждают так». Цитата. «Приди и услышь». «Если одновременно другу нужно помочь развьючить животное, а врагу навьючить животное, то заповедано помочь врагу, чтобы подавить в нем злой позыв». «Даже если человек предполагает, что предотвращение страданий животных заповедь Торы, так что в первую очередь следует помочь другу развьючить животное, то подавление злого импульса в любом случае более важно». Трактат Бава Митсия 32 бет. В комментарии «Хабонех» на Эйн-Яаков говорится, «Достижение человеком совершенства означает, что он должен поставить разум над материей. Именно это имели в виду наши мудрецы, когда говорили о подавлении злого позыва». «Вот как это важно». Конец цитаты. «Вот что сказал Рамбам» трактат из Сурей о Митсбеах 7.11. «Кто желает быть достойным, должен подавить свой злой позыв и проявить щедрость, принеся приношение от наилучших из имеющихся пород». Тора говорит, «И Авель принес несколько первородных своего стада от самых тучных, и Господь обратил внимание на Авеля и его приношение». Берешит 4.4. «Точно так же все, что предназначено для благого Господа, должно быть самым лучшим. Если человек строит дом молитвы, он должен быть лучше его собственного дома. Если он кормит голодных, он должен дать им самой сочной еды своего стола. Если он одевает нуждающихся, он должен дать им лучшую одежду. Если он посвящает какой-либо предмет храму, он должен посвятить лучшее, что у него есть. Весь жир принадлежит Господу. Вайкра 3.16. «Одним словом, чем больше человек дает, тем меньше он делает для своей гордыни, и тем лучше подавляет злые позывы, исполняя свое предназначение. Я надеюсь подробно поговорить об этом позже». В свете такого объяснения становится понятен ответ Гиллеля нееврею, который согласился обратиться в иудаизм при условии, если Гиллель обучит его всей Торе, пока тот стоит на одной ноге. Шаббат 31 Алиф. «Не делай ближнему того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. В этом вся Тора. Остальное – комментарий. Иди и изучай». Конечно, назначение Торы не в том, чтобы всегда делать добро ближнему, как это извращают эллинисты и ассимилированные евреи. Но здесь Гиллель красноречиво указал на лучший способ подавить злые позывы и эгоизм. Тот, кто уступает ближнему, кто подавляет свое эго и искренне интересуется другими, будет успешен в борьбе и с собственным высокомерием. Именно в этом смысле Тора является комментарием этого тезиса, что не отменяет необходимости исполнять все заповеди, верить во все качества Бога и нести его ярмо. Наши мудрецы ясно сказали трактат Рут-Раба 5.9 «Бедный, просящий подаяния, делает больше для дарителя, чем даритель делает для него». Руфь сказала Наэми «Имя человека, которому я сегодня помогла, Вооз». Руфь 2.19 «Она не сказала, который помог мне, но которому я помогла, как бы сказав, за один кусок хлеба, который он дал мне, я сделала много добрых дел и великодушных поступков для него». Конец цитаты Тем, что Руфь позволила Воозу сделать ей добро, она помогла ему обрести смирение и подавить свое эго. Отдавая себя для служения другим, человек подтверждает истинность мудрой фразы мудрецов. Трактат Авод 3.7 «Дай Ему, Всевышнему, то, что принадлежит Ему, ибо Ты и Твое принадлежат Ему». Также выразился и царь Давид «Все произошло от Тебя и от того, что Твое мы дали Тебе». Летопись 1.29.14 Мудрецы говорят «Кто дает маленькую монету нищему, благословлен шестью благословениями, а если он также утешит его словом, то благословлен одиннадцатью». Трактат Бава Батра 9. Бет Однако мы можем спросить, какая бедному человеку разница, утешит его богатый или нет? Но заповедь не в том, чтобы деньги дошли до нищего, а в том, что богатый их дает, чтобы подавить свой злой позыв. А раз так, то немаловажен и способ передачи денег. Принятие ярма неба включает в себя два параллельных процесса. С одной стороны, это знание Бога, принятие Его владычества, божественности и единственности. С другой стороны, знание Бога смиряет человека, приводит его к пониманию, что он лишь червь. Но высокомерный человек не способен принять никакое ярмо и потому никогда не познает Бога и не примет Его власть. Надменность и принятие Божьего ярма взаимно исключают друг друга. Вот почему мудрецы говорили трактат Сута 5. О том, кто проявляет надменность, Бог говорит, он и я не можем вместе пребывать в мире. Мы читаем Таилим 101.5. Кто злословит ближнего в тайне, того я уничтожу. Кто надменен очами и горд сердцем, того я не допущу. Надо читать не с Его, о то я не допущу. Но с Ним и то я не смогу сосуществовать. Конец цитаты. Весь этот фрагмент 4 бет 5 алиф объясняет опасность надменности. Цитата. Если человек проявляет надменность, это то же самое, как если бы он поклонялся идолам, отверг веру в Бога, совершил все возможные сексуальные грехи, построил идолопоклоннический алтарь. Со временем он потеряет свое богатство. Он заслуживает того, чтобы его срубили, как ашеру, дерево, используемое для идолопоклонства. В будущем он не воскреснет. Божественное присутствие скорбит о нем. Конец цитаты. Чтобы предупредить от надменности и призвать к скромности, мудрецы использовали редкую фразу. «Будь очень-очень, ме-од, ме-од, смирен, поскольку конец человека, черви». Трактат Авод 4.4. Эта фраза подчеркивает, что надменность губительна и для мира, и для всех, кто становится ее жертвой. Еврейский язык – это священный язык, на котором был создан мир, трактат Берешит Раба 31.8. Он не похож на другие языки, которые развивались спонтанно под воздействием времени в ходе исторического развития народов. Еврейский язык был создан в кавычках по замыслу Всевышнего, Святого Бога. Каждое его слово содержит тайны и аллюзии, и все слова связаны друг с другом нравственными уроками. Нередко бывает так, что противоречивые по смыслу слова происходят из одного и того же корня. В этом состоит важный урок. Человек вправе выбрать один из двух путей, исходящих из одного и того же источника. Однако один из них ведет к добру, а другой – к злу. Именно это касается изречения мудрецов «конец человека – черви». Бог назвал червя «рима», что лингвистически близко слову «рам» «возвысить» и «итрамемут» «возвышение». Казалось бы, в жизни эти слова противоречат друг другу, но ведь «рам» – это самое высокое, а «рима» напротив – самое низкое. Но здесь Бог обращает внимание на то, что возвышающий себя человек, становящийся «рам», со временем станет «рима». Исполненный несуществующего величия, такой человек возвратится в пыль и уподобится червям, которые из нее произошли. С другой стороны, смиренный человек, хотя и вернется в прах червей телом, душой будет возвышен. Так же обстоит дело и с маном. Он поступал точными порциями, чтобы возвысить еврейский народ и научить его уповать на Бога и не волноваться о пище. Мы читаем. Некоторые оставили от него до утра и в нем завелись ваярум черви. Шмот 16.20 Великий ман превратился в червей и личинок. Вот как это комментирует Баал Хатурин. Ваярум встречается в Писании трижды. Оно встречается здесь. Оно встречается в Ехескель 10.4. «Слава Господа поднялась с Херувима». И в Осии 13.6 «Они были сыты, и сердце их превознеслось». В последнем случае ваярум означает надменность, следовательно, божественное присутствие ушло. Мы читаем в первой главе трактата «Сота». «Если кто-либо выказывает надменность, это так же, как если бы он ушел из божественного присутствия». Другой комментарий по поводу фразы «Их сердце превознеслось». «Если сердце человека превозносится рам, как у высокомерного человека, он породит ваярум червей, как мы узнали. Будьте очень, очень смиренны, поскольку конец человека – черви». Трактат Авод 4.4 «Бог всегда возвышает смиренного и смиряет надменного. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Притчи 18.12 «Высок и превознесен только один Бог. Я увидел Господа, сидящего на высоко превознесенном престоле». Исайя 6.1 «Так говорит высокий и величественный, живущий в вечности, чье имя святой. Я живу в высоком и святом месте». Там же 57.15 «Но даже при этом Бог видит кроткого и спасает его». «Хотя Господь высок, все же Он считается с кроткими». Таилим 138.6 «Наши мудрецы комментируют». Трактат Сота 5.0 «Обратите внимание, что Бог не ведет себя так, как человек. Человек, будучи превознесенным, считается с превознесенными, но не с кроткими. Напротив, Бог возвышен, однако считается с кроткими». Цитата «Хотя Господь высок, все же Он считается с кроткими». Конец цитаты. Другими словами, Бог относится к нам так, как мы себя ведем. Когда возвышенный человек унижает кроткого, Бог его унижает. Несмотря на то, что Бог исключительно возвышен, при этом Он считается с кроткими, в таком же духе выразился и царь Соломон. «Бог обращает внимание на преследуемого». Экклезиаст 3.15 А мудрецы комментируют это так. Бог всегда мстит за преследуемых. Израиль преследовали народы, и Бог выбрал Израиль. Раф Элазар бен Раф Йоси бен Зимра говорит, «Это так же, как с жертвоприношениями. Бог сказал, «Вол преследуется львом, козел леопардом, агнец волком». Выбирайте жертвы не из преследователей, а из преследуемых, когда рождается вол, овца или козел». Вайкра 22.27 Бог всегда возвышает смиренного и смиряет надменного. Мы читаем в Танхуме, Тирума 7. Цитата. «Это приношение, которое ты должен взять». Шмот 25.3 «Золото в соответствии с царством Вавилонии, серебро в соответствии с медьянами, медь в соответствии с Грецией, наименьшее из них всех, и баранья кожа, выкрашенная в красный цвет, в соответствии с Эдомом, как сказано, Берешит 25.25 «Первый вышел красный». Бог сказал, «Хотя вы увидите, что четыре царства выступят против вас по своему высокомерию, я приведу спасение, чтобы избавить вас из вашего рабства». Конец цитаты. «В конце концов, Господь поддерживает смиренных, он унижает нечестивых до земли». Таилим 147.6 «Если кто-то считает, что он вознесся до неба, как царь Вавилонии, сказавший, Исаия 14.14 «Я взойду выше облаков, я стану как Всевышний». Того Бог унизит. И наоборот, Бог всегда поддержит и прославит смиренных, дав им победу против высокомерных. Он прославляет смиренных спасением». Таилим 149.4 «Еврею заповедано возвыситься через смирение и кротость, победив свой эгоизм. Еврей обязан освободиться от рабства самому себе и стать свободным перед всеми, кроме Бога. Быть рабом самого себя или другого смертного человека — огромный грех. Если раб еврея не хочет становиться свободным через шесть лет, ему прокалывают ухо шилом. Наши мудрецы объясняют Кедушин 22.Бет. Чем ухо отличается от всех остальных частей тела? Бог сказал, «Если ухо человека слышало, как я говорил на горе Синай» Вайкра 25.55 «Дети Израиля рабы мне! Рабы мне, не рабы рабов! Но он все равно пошел и приобрел себе господина. Его ухо должно быть проколото!» Конец цитаты. Человек из плоти и крови не должен подчиняться как господину никакому человеку, в том числе самому себе. Его единственный господин — Бог. В Торе содержатся особые законы, напоминающие о неприемлемости, надменности и важности скромности. По сути, уже первая заповедь, данная израильтянам, когда они отказались от рабства смертному человеку, должна была научить их скромности. Это заповедь сжигать хамец, хлеб и другие виды закваски перед Песохом. Шмот 12.19-13.7 В хамце содержатся дрожжи, вызывающие его разбухание, символ занощивости, которая порабощает и уничтожает человека. Когда человек порабощен гордыней, похотью и высокомерием, когда он восстает против цели своей жизни, то этим он делает бессмысленным и собственное существование и сотворение всего мира. Но главное то, что он восстает против своего Создателя. И наоборот, если человек борется со злыми позывами, гордыней и похотью, его жизнь становится осмысленной. Как сказал царь Соломон притчи 13.9 «Покорение – нихия, желание – сладко для души, только глупцы считают удаление от зла мерзостью». Такое прочтение основано на Ралбаге и Мецудот Давид, в которых слово «нихия» означает «сломать». «Нихия», как во фразе «Я был сломлен и болен» Даниил 8.27 Ралбаг так комментирует притчи 13.19 «Если вожделение человека сломлено так, что его больше не влечет к нему, его ум преодолел похоть, и это стало сладко для его души». Конец цитаты. «Предназначение человека, причина его создания – знать Бога, отражать его качества и исполнять его заповеди. Этот процесс способствует развитию скромности и подавлению злых позывов. Человек как бы провозглашает, «Господь есть Бог и нет другого, в том числе и меня, кроме Него». Конец цитаты. Следовательно, именно в День Свободы и Национальной Гордости, в праздник освобождения от высокомерных египтян, когда гордость уместна более, чем когда-либо, именно в этот день нам заповедано проявить скромность и вспомнить, что Израиль всегда будет рабом Бога. Вот что пишут мудрецы. Сефрии, Шеллах 115. «Когда Бог избавил семя своего возлюбленного Авраама, Он избавил их не только как сынов, но как рабов. Когда Он издавал указ и они Его отвергали, Он говорил, «Вы мои рабы!» Когда они пошли в пустыню, Он дал несколько строгих заповедей и несколько простых, и Израиль начал восставать. Он сказал им, «Вы мои рабы! Я избавил вас на том условии, что я смогу выносить постановление, а вы будете подчиняться». Конец цитаты. «Конечно, как нация, еврейский народ – это избранный народ Бога. Совершенно уместно гордиться тем, что ты являешься частью избранного Богом народа, того, чье слово создало мир. Господь правит, Он облечен в величие» Таилим 93, дробь 1. Вот о чем говорится в Ялкут-Шимони, Таилим 847. Рав Ханина сказал, «Некоторые люди одеваются выше своего роста, некоторые одеваются ниже своего роста, однако Божья одежда в точности подходит для него». Сказано, «Господь правит, Он облачен в величие, а также, кто не убоится Тебя, о царь народов, ибо это подходит Тебе». Иеремия 10, дробь 7. Обычно носить вызывающую одежду считается неуместным. Сложно представить себе кроткого человека в броском наряде. Однако Бог, всемогущий, верховный царь царей, является воплощенным величием. Соответственно, великолепный наряд подходит ему, как никому. Раби Бихайе писал, «Кад Гакемах» статья, «Гава» — «Гордость». Кто ведет себя вызывающе, надевает одежду царя. Господь правит, Он облачен в величие. Величие подходит Богу, но не человеку». Конец цитаты. «Поскольку величие подходит Богу, оно также подходит и Израилю, как народу Господа, который правит и облечен в величие. Израиль может украсить себя славой и величием, как сказано, «Господь восстанавливает гордость Якова и гордость Израиля». Наум 2,3. «Я сделаю тебя вечным величием». Исайя 60,15. Вот почему слово «нецав» стоять уместно применено к Израилю, хотя обычно оно означает надменность и богохульство. Мудрецы так комментируют стих Бамидбар, 16,27. «Дафан и Аверам вышли и стали в дверях своих шатров». Бамидбар-раба, 18,12. «Когда они увидели, что Израиль вышел из своих шатров, они начали проклинать и поносить Бога. Здесь сказано, они вышли и стали нецавим». А также «Филистимлянин Голиаф подходил утрами и вечерами и выставлял себя сорок дней». Первая книга Самуила, 17,16. Иными словами, когда корень «нецав» обозначает злого человека, он означает гордыню, самомнение и высокомерие. Например, Голиаф дерзко хулил Бога, на чем я подробнее остановлюсь ниже, и к нему применено слово «Ваид Яцев». «Дафан и Аверам также отличались высокомерием, когда Моисей увидел, что они упорствовали в своем высокомерии». Бамидбар-раба, 18,10. Далее мудрецы говорят, «Недарим», 64 бет, когда Писание использует слово «нецим» – сражение, или «нецавим» – это относится только к «Дафану» и «Аверану». Впрочем, здесь несколько более широкая мысль. «Недсавим» всегда означает высокомерие и богохульство, такое, как проявили «Дафан» и «Аверам». И все же, когда речь идет об Израиле, народе Бога, которому подходит величие, слово «нецавим» – почет вполне уместно, как оно уместно для Бога. «Бог стоит в собрании Бога» – Таилим, 82,1. «Господь встает для суда, встает, чтобы судить народы» – Исаия, 3,13. Вот почему об Израиле мы читаем такие слова – Дворим, 29,9. «Вы стоите сегодня, все вы». Но если для Израиля в целом, как для Божьего святого народа гордостью местна, то для отдельного еврея уже нет. Когда мы вышли из Египта, Бог заповедал нам никогда не поддаваться гордыне и высокомерию, что уничтожило бы нашу святость. Израильтяне совсем недавно были рождены, как Божий народ, так что гордыня и самомнение были неуместны. Вечным напоминанием об этом служит заповедь «отделиться от всех видов закваски». Цитата. «В первый день вы должны удалить закваску из домов, ибо кто будет есть заквашенный хлеб с первого дня по седьмой, та душа истребится из Израиля». Шмот 12,15. «Семь дней не должно быть ничего заквашенного в ваших домах, ибо кто будет есть что-либо заквашенное, та душа истребится из собрания Израиля». Там же. Стих 19. Бог приказал израильтянам выйти из Египта без хамеца. Они испекли незаквашенные хлебы из теста, которые вынесли из Египта. Незаквашенные, когда были изгнаны из Египта. Там же. Стих 39. Смысл этого стиха не в том, чтобы просто объяснить, почему они ушли без хамеца. На самом деле, израильтяне вовсе не были выгнаны из Египта, как хотели бы того египтяне. Да, фараон приказал им немедленно удалиться. Цитата. Фараон встал ночью и сказал «Вставайте и уходите из моего народа». Там же. Стих 30.31. Однако они ушли не ночью, а днем. В тот же день все воинство Господа вышло из земли Египта. Там же. Стих 41. Мудрецы комментируют «Шмот раба» 18.10. Бог сказал фараону «Ты хочешь изгнать моих детей ночью? Они выйдут при полном свете дня». Конец цитаты. Таким образом, у них было столько времени, сколько необходимо для приготовления обычного хлеба, хамца. Однако, Бог запретил им это делать. «Если раньше фараон богохульствовал, говоря, кто такой Господь, что я должен послушать его голос и отпустить Израиль?» Шмот 5.2. То теперь он пытается изгнать их, будто испугавшись Бога. Бог хочет донести до Израиля как нации важный урок. Он никогда не должен гордиться своим освобождением. Израиль спас Бог, а сами они на это были неспособны и уж тем более неприемлемо развивать гордыню каждому израильтянину в отдельности, ибо нет более низменной черты характера, чем личная гордыня. Хамец и другие формы закваски символизируют злые позывы и высокомерие. Точно так же дрожжи приводят к разбуханию хлеба и превращают его в хамец. Слово «сеор», означающее закваску или дрожжи, происходит от слова «саар», шторм, поскольку оно как бы волнует тесто и заставляет его расти. Подобным образом и злые позывы наполняют смиренного человека чувством превосходства над другими, внушают ему высокомерие и гордыню. Да отрежет Господь все льстивые уста, язык говорящий надменно. За притеснение бедных, за воздыхание нищих я сейчас восстану, говорит Господь, я спасу их от того, кто наполняет себя. Таилим 12 дробь запятая 6 Надменный и высокомерный человек как бы наполняет себя. Есть другое слово, обозначающее воровство и нечестие, порожденное высокомерием. Хомец уксус. Цитата «Ищите справедливости, поддерживайте угнетенного» Хомоц Исайя 1 дробь 17 Спаси меня из руки нечестивого, из оков неправедного и безжалостного Хомец Человека Таилим 71 дробь 4 Ясно, что между словами Хомес Хамсан грабитель угнетатель и Хомец есть тесная связь. Дело в том, что слово Хомец подразумевает нечто испорченное, как уксус сделан из испорченного вина. Так наши мудрецы говорили о беззаконнике сыне праведного отца. Уксус, Хомец сын вина. Раф Элиэзер бен Раф Шимон предавал еврейских преступников римлянам. И Раф Йошуа бен Кархан сказал ему Бава Митсия 83 бет Уксус сын вина. Сколько еще ты будешь отдавать божий народ на убийство? Хомец также означает испорченность в широком смысле слова. Так мы читаем Кто это пришедшие из Эдома с испорченными хамуц одеждами из вассора? Почему твой народ красный и твои одежды как нити из чана с вином? Исайя 63 1 2 В этом стихе говорится о будущем Божьем наказании Эдома когда его одежды так сказать будут обогрены кровью его возмездия. Раши там же комментирует Бог придет с испорченной одеждой окрашенной в красное все у чего дурной запах и внешний вид может быть охарактеризовано как химуц Здесь речь идет о справедливом наказании Эдом чей эгоизм был раздут как хамец а дела испорчены как хамец Иезекииль 35 запятая 36 и Авадия будет за это наказан в день когда Бог отомстит за пролитую кровь Израиля Он прольет кровь Эдома Из-за хамеца Эдома и других народов Бог нанесет ему сокрушительный удар Махац Цитата Господь справа от тебя Он разгромит царей в день своего гнева Рассудит племена умножит число пораженных сразит главу огромной страны Таилим 110 дробь 5-6 В Ялкут Шимани содержится следующий комментарий Таилим 869 Наши мудрецы сказали Бог так сказать берет кровь каждого еврея убитого Эсавом и окунает в нее пурпурное одеяние Эсава пока оно не станет кроваво-красным Затем когда для Эсава наступает судный день и Бог садится на возвышение чтобы судить его Бог надевает это пурпурное одеяние и показывает Эсаву отметину каждого праведного еврея запечатленную на нем Он будет судить народы Он наполнит их мертвыми телами в этот момент Бог мстит Эсаву двояким образом О Господь Бог мести Бог мести явис Таилим 94 дробь 1 Далее мы обсудим аналогичное наказание Эдома за Хелев некошерную пищу Здесь было бы уместно процитировать Раби Бехайе одного из наших величайших мыслителей и комментаторов В своем великом труде Кат Акемах он пишет о Хамеце статья Песах 1 Каждому богобоязненному еврею стоит начертать эти слова на своем сердце Цитата Слово Хамец происходит от фразы Мое сердце окислилось Итхамец Таилим 73 дробь 21 Когда сердце склоняется к греху наши мудрецы называют это словом Хахмаца окислица Так было сказано Акире Трактат Рожа Шана 3 Бет Один источник говорит о времени до его загрязнения Хахмиц другой после Конец цитаты Точно так же испорченное вино называется Хомец Талмуд прямо сравнивает злой позыв с дрожжами Цитата Тебе ясно видно что я хочу исполнить твою волю но что останавливает меня дрожжи в тесте трактат брахот 17 алев в медраше говорится берешит раба 32 дробь ибо он знает наш позыв козлу Таилим 103 дробь Горе тесту чей пекарь подтверждает его низкое качество Конец цитаты Именно по этой причине Хомец держат далеко от алтаря и Тора предупреждает что он никогда не должен приноситься в качестве жертвы Цитата Ты не можешь сжигать ничто заквашенное или сладкое как огненное приношение для Господа Хотя это можно приносить Господу как приношение первых плодов его нельзя приносить на алтаре как приятное благоухание Вайкра 2 дробь 11 Алтарь предназначался для приятных благоуханий Это было особое место искупления и умиротворения А закваска неприятна Что касается Хомеца при благодарной жертве Вайкра 7 дробь 13 Он не предназначался для приношения но только для дополнительного провода Так в Песах Хомец не должен был быть не видим шмот 13 дробь 7 не найден шмот 12 19 не видим в делах не найден в мыслях Мы должны удалить связь с ним в наших умах поскольку Хомец подразумевает злой позыв Здесь понимается что как Тора заповедует нам удалить связь с Хомецем в наших умах так же мы должны удалить из наших умов злой позыв чтобы он не управлял нами Наши мудрецы трактат Псахим 4 Бет перевели эту фразу как избавьтесь шмот 12 дробь 15 подразумевая избавить сердце от связи с Хомецем что напоминает изречение помышления сердца человека зло от его юности Берешит 18 дробь 21 Так же как нам было предписано сжечь Хомец и обыскать дом в поисках кусков и крошек точно так же тщательно мы должны обыскать внутренние тайники нашего сердца нет ли в них злых мыслей и так же как поиск Хомеца производится не при свете дня луны или факела но при свете свечи так же и исследование нашего злого позыва происходит только при свете души которая названа свечой цитата дух человека свеча господа которая обыскивает все внутренние части притчи 20 дробь 27 следует добавить что если Хомец символизирует надменность то его противоположность маца названа в писании лехем они хлеб лишений дворим 16 дробь 3 с одной стороны согласно раши они относятся коньют бедность и иную скорбь цитата хлеб напоминающий о бедности испытанной в Египте конец цитаты это согласуется с другими стихами цитата я действительно увидел страдания моего народа шмот 3 дробь 7 и цитата ты увидел скорбь наших предков в Египте неемия 9 дробь 9 действительно они и инуи происходят от одного корня однако здесь есть интересное значение маца противоположно хамецу хамец символизирует хлеб богатого человека с его надменной мечтой о богатстве и почете тогда как маца символизирует хлеб кроткого скромного человека поэтому словосочетание лехем они переведенное как хлеб лишений может означать хлеб смиренного человека анав более того если хамец символизирует этого человека они с алиф то маца хлеб лишений напротив означает бедного человека они с аин это напоминает еврею что его эго они это эго бедного человека они высокомерие и надменность не делает человека богатым скорее напротив они ведут к бедности бог знал что ничто не помогает развить смирение и подавить гордость так как бедность и лишения мудрецы учат трактат хагига 9 бет что имеется ввиду во фразе Исаия 48 дробь 10 я очистил тебя но не в серебре я испытал тебя в печи лишения конец цитаты это учит нас тому что бог просмотрел все хорошие качества которые он дал Израилю и нашел только бедность Шмуэль и некоторые другие говорили что раби Йосеф сказал это как сказать бедность хороша для евреев как красный кнут для белой лошади конец цитаты конечно бог не осуждает богатство как все что создал бог богатство может служить как добру так и злу Реш Лакиш так прокомментировал стих берешит 2 дробь 12 золото этой земли было хорошее берешит раба 16 дробь 2 мир был недостоин использовать золото и оно было сохранено только для храма конец цитаты конечно богатство неплохо само по себе как учат некоторые ложные религии стремясь выглядеть благочестивыми деньги не являются ни плохими ни хорошими если мы используем их для строительства храма или выполнения заповедей то они хороши однако если деньги способствуют развитию высокомерия и похоти то нет ничего хуже эгоизм человека толкает его на поиски богатства а богатство в свою очередь делает его еще более надменным нечестивцем образуется замкнутый круг царь соломон сказал притчи 18 дробь 23 бедный молит а богатый отвечает дерзко а также богатый мудр в собственных глазах там же 28 дробь 11 высокомерие и похоть толкают человека на путь обогащения но если человек приобретает большое богатство он не насытится им как сказал рабе бихае в кад хакемах статья ошер богатство наши мудрецы сказали коэлит раба 1 дробь 13 никто никогда не оставляет эту землю удовлетворив даже половину своих желаний если у кого-то есть 100 он жаждет удвоить это если у него 200 он хочет учетверить кто любит серебро не будет насыщен серебром экклезиаст 5 дробь 9 таковы пути богатства сродни путям огня чем больше дерева положить в огонь тем выше поднимается пламя итак поскольку богатство способствует высокомерию и похоти бог сделал человеку хороший подарок бедность бедность не дает человеку согрешить просто потому что у него нет для этого возможности чтобы исполнять все вожделения очей и сердца нужно иметь богатство нищета бедного учит его смирению его глаза всегда обращены к небу он постоянно пребывает в молитве и учится уповать на бога богатый же человек не сомневается что сила и власть его собственной руки дали ему богатство так бог проявил к нам большую доброту в пустыне каждый день он давал каждому еврею точную порцию манна чтобы тот учился верить в бога и полагаться на него цитата ты должен помнить весь путь который господь твой бог вел тебя эти сорок лет в пустыне чтобы он мог поражать тебя доказывать тебе он поражал тебя заставляя тебя голодать чтобы он мог дать тебе понять что человек живет не только одним хлебом но и всем что исходит из уст господа живет человек дворим 8 дробь 2 тире 3 наши мудрецы говорят в трактате брахот 5 алиф рава а некоторые говорят что раби хизда сказал если человек чувствует приближение страданий он должен исследовать свои дела давайте исследуем и испытаем наши пути и вернемся к господу плач иеремии 3 дробь 30 если он исследовал и не нашел греха то он должен искать причину пренебрежения изучением торы счастлив человек которого ты заставляешь страдать уча его твоей торе ты или им 94 дробь 12 если он и тогда ничего не находит значит страдание стало проявлением любви бога то есть в конечном счете он может получить более великую награду кого господь любит того он наказывает притчи 3 дробь 12 раба сказал от имени раби сихоры который сказал от имени раби хуны кого бог находит приятным того он угнетает страданием цитата того кого господь находит приятным он угнетает болезнью исайя 53 дробь 10 я бы сказал что человек получает вознаграждение за такое страдание даже если он не принимает его с любовью следовательно здесь говорится если его душа отдаст себя в качестве возмещения там же как возмещение должно быть предоставлено с готовностью так же и страдания должны быть приняты с готовностью цитата если он принимает его с любовью в чем его награда он увидит свое семя и продлит свои дни там же более того он запомнит урок своей торы назначение господа будет процветать в его руке там же раби яков бар иди и раби аха бар ханина спорили по этому вопросу первый сказал что страдание от бога составляет акт любви пока оно не приводит к пренебрежению изучением торы цитата счастлив человек которого ты заставляешь страдать наставляя в своей торе ты или им 94 дробь 12 второй сказал что страдание составляет акт любви тогда когда не приводит к пренебрежению молитвой цитата да благословится бог который не удалил ни мою молитву ни свое милосердие от меня там же 66 дробь 20 раби абба сын раби хи бар аббы тогда привел им слова раби хи бар аббы от имени раби йоханана цитата оба вида составляют божий акт любви как сказано кого господь любит того он наказывает притчи 3 дробь 12 тогда что обнаруживается на выражение счастлив человек которого ты заставляешь страдать уча его твоей торе читай не уча его теломедену но учи нас теломдейну учи нас этой мысли из твоей торы сравнивая закон о глазе и зубе раба если раб освобождается когда его хозяин выбивает ему один из его зубов или глаз составляющих часть его тела насколько же больше это страдание которое очищает все тело человека освобождает его конец цитаты эту мысль привел раби Шимон бен Лакиш который сказал завет упомянут вместе с солью как во фразе не оставляй соль завета во икра 2 дробь 13 и вместе со страданием как во фразе это слово завета дворим 28 дробь 69 в конце проклятия тохеха как в первом случае соль очищает мясо от крови так и во втором случае страдание очищает все от человеческих грехов конец цитаты материальная нужда есть не что иное как божья доброта бедность освещает и духовно обогащает тогда как высокомерие обедняет материальное богатство делает глупца еще большим грешником и невеждой в Торе чем он есть мудрецы учат Санедрин 24 алиф недостаток знания Торы это знак того что человек высокомерен в другом месте сука 52 бет если менувал презренный негодяй то есть злой позыв схватил тебя притащи его в дом учения иными словами человек должен принять Божью Тору термины учения и законы Бога потому что только они помогают ему одержать победу над злыми позывами высокомерием и надменностью не зря злой позыв назван менувал по сути он даже хуже Бава Батра 16 алиф сатана злой позыв и ангел смерти суть одно и то же конец цитаты злые позывы высокомерие и заносчивость это ангел смерти который убьет грешника в будущем мире нет более опасного врага мы должны презирать его и вести с ним ежедневную борьбу они инуи и анаба бедность скорбь и скромность подавляют они я злой позыв и высокомерие в результате человек превращается из они в анав смиренного в этом состоит цель человеческой жизни запрет есть некошерный жир это тоже заповедь напоминания служащее предупреждением от высокомерия весь жир принадлежит господу это станет вечным указом для всех твоих поколений во всех местах твоего обитания ты не должен есть ни жира ни крови вайкра 3 дробь 16 тире 17 фраза весь жир принадлежит господу означает что только бог достоин богатства и почета символизируемых жиром фараон сказал иосифу я дам тебе добрую землю египта и ты будешь есть жир земли берешит 45 дробь 18 а ибн эзра комментирует весь хелев масло и весь хелев вина и кукурузы бэмидбар 18 дробь 12 хелев здесь подразумевает избранное наилучшее жирность свидетельствует здоровье и силу что видно из сна фараона следовательно богатство здоровье и красота символизируют хелев которого достоин только бог они подходят только для него потому что принадлежат ему более того хелев как жирность в земной жизни служит символом надменности и погони за удовольствиями богатством и почетом они закрыли свои тучные сердца их уста говорят надменно тейлим 17 дробь 10 их глаза вытаращены от тучности они обгоняют фантазии своего сердца там же 73 дробь 7 цитата их сердце толстое как жир но я нахожу удовольствие в твоем законе там же 119 дробь 70 я уже цитировал из Рамбама трактат Исурей Гамитзбеах 7 дробь 10 кто может быть достойным должен подавить свой злой позыв и проявить щедрость принеся приношение от наилучших из имеющихся пород Тора говорит и Авель принес несколько первородных своего стада от самых тучных и Господь обратил внимание на Авеля и его приношение Берешит 4 дробь 4 Хелев означает избранных животных стада самых лучших и тучных а раз так он удачно символизирует человеческую гордыню требующую богатства почета и всех прочих благ этого мира вот почему мы должны пожертвовать Богу не только лучшее животное но еще и его жир символ гордости и всего самого желанного отдавая Богу лучшую часть животного мы освобождаемся от гордыни объявляя весь жир принадлежит Господу и так и хамец и хелев символизируют гордыню однако между ними есть и разница хамец символизирует эгоизм вожделеющий богатства и славы это символ источника всего зла и ему не место на алтаре Бога символи святости чуждой всякого высокомерия с другой стороны хелев означает богатство и почет которых человек уже достиг и которые могут сделать его надменным следовательно человек должен проявить способность подавлять свои злые позывы сжечь этот символ греха поговорим о великом спасении Израиля когда Бог спас его от Эдома и других народов высокомерие этих народов было превращено в хамец и хелев я уже упоминал что наказание Эдома за унижение еврейского народа земли Израиля и Бога будет сопровождаться загрязнением химуц бегадим его одежды при этом его высокомерие символически представлено уксусом Исаия описывает грех Эдома точно так же но на этот раз он упоминает еще и хелев ибо Господь негодует на все народы вот он нисходит на Эдом на народ моего проклятия для суда меч Господа наполнен кровью он стал жирным от жирности от крови агнцев и козлов от жира почек баранов ибо у Господа жертва в вассоре большое заклание в земле Эдома ибо у Господа день мщения год возмещения за разногласия в Сионе 34 дробь 2 5 тире 6 запятая 8 Бог отомстит Эдому и народам которые надменно насмехались над ним и его помазанным народам он отомстит им за богохульство и гордыню Хелев при этом гордые князья Эдома символически представлены жирными зверями Редак Исаия там же комментирует козлы бараны дикие валы быки и молодые быки образно символизируют царей министров и вице царей конец цитаты жир хелев высокомерия призывает меч херев мести цитата весь жир принадлежит господу во икра 3 дробь 16 после чего меч господа исаия 34 дробь 5 если человек не понимает что жир принадлежит не ему а господу то ему придется понять это через наказание тогда ему станет ясно и то что меч также принадлежит только богу тот кому удастся подавить злые позывы и эгоизм насладиться величайшим удовольствием какое только способно вместить человеческая душа по сути испытывать это удовольствие единственная цель жизни в будущем мире трактат брахот 17 алиф в будущем мире не будет еды питья сожительства деловых переговоров ревности ненависти и соперничества но праведники будут сидеть свинцами на головах купаясь в лучах божественного света цитата они увидели бога и действительно ели и пили шмот 24 дробь 11 раши комментирует они были насыщены божественным светом как будто они поели и попили божественный свет возможность пребывать вечно и понимать истину и пути бога все это цитата желание золота да лучшего золота слаще меда и медовых сот тылим 19 дробь 11 это исключительное духовное наслаждение более великое чем что-либо оно станет заслуженной наградой тому кто еще на земле поборол эгоизм гордыню и злые позывы именно это имели в виду мудрецы когда говорили трактат Санедрин 100 алев в будущем бог даст каждому праведнику 310 миров как сказано я дам тем кто любит меня наследовать сущность ешь я наполню их хранилища притчи 8 дробь 21 числовое значение слова ешь 310 ясно что суть вовсе не в числе 310 это число лишь конкретизирует понятие ешь сущность бог создал мир из ничего когда создал ешь нечто из эйн ничто так же и человек должен смирять себя как бы преобразуясь в ничто из чего-то в будущем мире праведные получат в награду ешь сущность как сказали наши мудрецы трактат хулин 89 алев мир пребывает только ради того кто ведет себя так будто будто он ничто и рамбам пишет трактат хилхот деот 5 дробь 8 исследователь торы не должен ходить гордо выпрямившись с поднятой шеей как сказано они ходили с поднятыми шеями и развратными глазами исаия 3 дробь 16 не должен он ходить и с напыщенной походкой перекатываясь с носка на пятку как женщины и заносчивые люди ходят семеня позванивая цепочками на ногах там же он не должен и бежать через оживленную улицу словно безумец и ходить сгорбившись как горбун но он должен смотреть вниз как человек погруженный в молитву пересекая рынок как тот кто поглощен делом даже походка человека может дать нам понять мудр ли и разумен он или глуп и невежествен конец цитаты теперь ясно почему приведенному выше источнику из Сан-Эйдрин 100 алиф предшествует фраза если кто-то голодает здесь на земле ради достижения знания Торы Бог удовлетворит его в будущем мире мысль не требует комментариев когда мы за что-то хвалим вождей Израиля мы должны хвалить их за способность победить гордыню унизиться и смириться перед Богом мудрецы так комментируют стих Дворим 7 дробь 7 Господь проявил любовь к тебе и выбрал тебя не потому что ты был многочисленнее любого другого народа ибо ты был самым малочисленным из всех народов трактат Хулин 89 Алев Бог сказал Израилю Я умоляю тебя даже когда я буду проливать на тебя величие ты должен смирять себя передо мной я дал величие Аврааму и он сказал Я лишь пыль и прах Брешит 18 дробь 27 Моисею и Арону и они сказали Мы ничто Шмот 16 дробь 7 Царю Давиду и он сказал Я червь а не человек Таилим 22 дробь 7 Человек должен унизиться и смириться ведь гордыня начало идолопоклонства и нечистоты Только так можно обрести духовность Царь Соломон сказал Притчи 16 дробь 18 Гордыня предшествует разрушению и надменный дух падению а также в устах глупого розга гордыни там же 14 дробь 3 и всякий надменный сердцем мерзость для господа Я Я ручаюсь он не уйдет без наказания там же 16 дробь Гордыня прямо противоположно бескорыстию Высокомерный человек не способен бороться со злыми позывами Это самое главное препятствие мешающее принять Божье ярмо и познать его Важно понять что Тора требует от Израиля стать народом а не просто религией или группой частных лиц и здесь гордость уместна только не на индивидуальном а на национальном уровне ведь Израиль это избранный народ Бога с Божьей помощью мы разберем эту важную мысль в 21 главе народ Израиля по своей природе Израиль свят причем святость эта имеет две стороны первая относится к Израилю в целом как народ нация царство но есть и другая страна которая касается каждого еврея в отдельности хотя еврей является частью целого Бог заповедал ему вести частную религиозную жизнь без которой невозможен личный и духовный рост конечно если Израиль как народ Бога хочет иметь хорошую репутацию и суверенитет он должен иметь национальную гордость в конце концов Господь правит он облечен в величие Таилим 93 дробь 1 поскольку раб царя тоже царь он должен облечься в гордость когда еврейский народ унижен он опозорен и осквернен однако на личном уровне духовное развитие возможно только через скромность и покорность другого способа нет итак земная жизнь дана человеку для того чтобы постичь удивительное величие Бога и преклониться перед ним как перед верховным царем при этом человек должен осознать собственную ничтожность победить гордость принять ярмо Божьего царства последовать его заповедям и подражать чертам его личности вера в Бога учит не только богобоязненности скромности и кротости но также побуждает нас принять его величие и всемогущество вера побуждает нас служить ему от всего сердца подражать ему всегда пребывать с ним такое сильное желание называется Абват Ашем любовь к Богу субтитры субтитры